Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы говорим о развитии мышления инвестора, финансовой самостоятельности. Сегодня хотелось бы поговорить о том, стоит ли покупать доллар, что я вообще думаю по поводу доллара, какие действия нужно предпринимать. Ни в коем случае я не хочу, чтобы вы рассматривали это в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. То есть не стоит задача сейчас убедить покупать или продать доллар. Вы должны понимать, что им предшествовало вот это вот видео. Вы можете по ссылочке посмотреть видео, как перестать беспокоиться в условиях высокой неопределенности. То есть я там рассказал, каким образом устроена нейрофизиология. И вещи, которые я стараюсь сейчас рассказать и объяснить, это больше с позиции такого логического мышления. И если вы находитесь в ситуации, когда у вас мозг рептилии или мозг млекопитающего не поставлены под контроль, и вас шарашат эмоции и рефлексы, то вещи, которые я сейчас вам скажу, они просто могут элементарно не зайти. Потому что вот эти вот на уровне нейрофизиологии, ну, они рассчитаны на холодный ум и рассудок. То есть на какие-то факты конкретные, которые позволяют сделать определенные выводы. Поэтому это очень важная оговорка, поэтому я все-таки рекомендую посмотреть данное видео. Сегодня непосредственно про доллар. То есть стоит или не стоит покупать. Первое, что нужно понимать, что сейчас факторов неопределенности очень и очень много. Мы не знаем, как будут дальше развиваться события. Когда будет остановлена специальная операция российских вооруженных сил на территории Украины. Факторов неопределенности очень много. И в таких условиях дать какой-то однозначный ответ, покупать или продавать доллары, ну, не получается. Лично я считаю, всегда выбирал вот эту вот позицию, когда люди начинают спрашивать, а покупать ли доллары, а покупать ли рубли, а покупать ли акции, или покупать облигации. Я всегда говорю, ребят, почему? Ну, у нас всегда встает выбор или-или, да, то есть или доллары, или рубли, или акции, или облигации. Везде нужно ставить и акции, и рубли, и доллары, и облигации, и российский рынок, и китайский рынок, и американский рынок. Потому что нужно понимать, что мы в любом случае функционируем в определенной финансовой системе. В этой финансовой системе есть кровь, которая там работает по сообщающимся сосудам. И эта кровь может быстро функционировать, да, быстро перемещаться. То есть она может быть жидкой, она может быть густой, но абсолютный объем этой крови, он одинаковый. И получается, когда вы задаетесь вопросом, покупать или не покупать, это, по сути, вот если мы представим визуально себе, да, такие сообщающиеся сосуды, я не знаю, 80 штук сообщающихся сосудов, общий баланс, он как бы уравновешивает, и вы должны соблюдать. Если где-то происходит чрезмерное давление, да, или наоборот, это давление убывает, ну, не знаю, доллар начинает расти, вот в этих сообщающихся сосудах доллар увеличивается. То есть кто-то, кто-то начинает опускаться. Задача как раз-таки вот в диверсифицированном портфеле все это уравновесить, да, то есть увеличившуюся стоимость доллара продать и купить что-то упавшее. Вот это вот основной принцип. Поэтому сейчас очень хороший момент, кстати, как говорил Баффет, да, когда приходит отлив, становится видно, кто купался без трусов. Вот сейчас как раз и приходит такая ситуация, пришел отлив, да, и он стал понятен, кто купался без трусов, у кого не было широкой диверсификации, у кого было только в акциях, только в криптовалюте или только в долларах. Конечно, у кого были только доллары, прекрасная ситуация, да, доллары очень сильно выросли, и здесь есть высокая возможность. Но ситуация может в любой момент перемениться, да, то есть сейчас будет объявлено перемирие, откат самых жестких санкций, да, и доллар в этом случае может упасть. Если у вас вообще не было долларов, вы сейчас несете очень высокие риски. И инфляционные риски, и риски, связанные с тем, какую альтернативу вы можете получить. И самое главное, в условиях, когда высокая неопределенность растет так называемая волатильность. То есть движение актива в цене, амплитуда движения вверх или вниз, она увеличивается. И контрагенты, у которых вы покупаете или продаете валюту, в первую очередь для России это банки, они начинают раздвигать спреды между ценой покупки и ценой продажи. Они никогда не примут на себя риски, потерь. Если вы считаете, что вы будете покупать доллар, вы же что думаете? Вы же думаете, что вы на этом заработаете, да, что доллар будет стоить дороже. Если вы собираетесь на этом заработать, то тот, кто вам продает доллары, да, он должен проиграть. И в условиях вот такой сверхвысокой волатильности получается, чтобы банкам не нести эти риски, связанные с потерями. Ну, то есть, если вот все население начнет покупать, то банки от этого могут потерять. Потому что курс доллара изменится, и вы действительно заработаете. И вот чтобы такого не было, раздвигаются спреды. При рыночном курсе, допустим, доллара в районе 105 рублей, банк вам будет продавать там по 120, а покупать будет по 90-95. То есть, даже если от уровня 105 рублей доллар вырастет на 20, и будет рыночный курс, допустим, 125 рублей, то в этом случае банки будут продавать там по 140-145, а покупать будут, соответственно, по 110. И получается, несмотря на то, что курс доллара вырастет на 20%, вы на этом вообще ничего не заработаете. Вы еще по-прежнему будете находиться в минусе, потому что когда курс был 105, вам продали по 125. Я надеюсь, это объяснил достаточно понятно, и это те риски, которые мы в настоящий момент наблюдаем, которые в настоящий момент присутствуют. И кто-то скажет, что, наверное, покупать не стоит. Многие экономисты любят повторять, когда задают вопрос, что делать в текущей ситуации, я бы ничего не делал. Ну, потому что это ненормальная ситуация, это ограниченная ликвидность, это ажиотаж. Соответственно, в условиях такого ажиотажа, ограниченной ликвидности, банки все риски, которые могут быть, практически 95% рисков, они переносят на потребителей. Они не будут на себя эти риски брать. И мы так там сейчас с ликвидностью надо очень серьезные проблемы решать. Еще ввязываться там в валютные какие-то спреды. Вот вы посмотрите еще раз, даже движение доллара на рынке на 20%, спреды такие, что вы на этом ничего не заработаете, а банки на этом заработают. То есть, поэтому это нужно понимать и осознавать. А если дефолт? Что же деньги держать? Давайте разбираться с понятиями. Рубль обесценится и дефолт. Одно это и то же или нет. Дефолт это когда должник, который занимал деньги, у него нет денег для того, чтобы отдать долг. Или у него физически нет денег, ну то есть у него неэффективный бизнес, да, то есть он где-то проиграл, и у него физически нет денег для того, чтобы расплатиться. То есть он банкрот фактически. И он говорит, ребят, денег нет, заплатить не могу. Это дефолт. Второй вариант, который сейчас проявляется очень часто там у российских компаний, которые торгуются в депозитарных расписках, типа Яндекса, вот он предупреждал, типа Озона. Когда приостанавливают торги бумагами, когда может возникнуть право требования погашения долга по облигациям. И что говорит Яндекс? Он говорит, ребят, у меня на самом деле для того, чтобы расплатиться, деньги есть. Ну то есть я могу расплатиться, мне денег достаточно, но я не могу их перевести в свою дочернюю компанию, которая непосредственно напрямую вроде бы отвечает перед кредиторами. То есть я не могу отправить и рассчитаться, потому что, ну, заблокированы платежи. И поэтому есть риск того, что появится технический дефолт, и когда происходит технический дефолт, у держателей облигаций есть право требовать. То есть у них вот этот вот тумблер становится активным принести весь долг, который они купили заемщику, да, чтобы он его непосредственно погасил. И это много, тогда мне денег не хватит. Как говорится, да, там в смертельной гонке, если кто смотрел фильм, да, активировать оружие, там, активировать защиту или активировать нападение. То есть куда ты наезжаешь, вот тумблер, чтобы он стал активный. И получается, что нужно включить этот тумблер, чтобы перевести деньги для выплаты купонов, чтобы не возникло право требования, да. И поэтому вот такие риски, они тоже присутствуют. И действительно их вероятность очень высокая в настоящий момент. Но я думаю, что разум восторжествует, да. Потому что, опять-таки, держатели облигаций, у них не стоит цель обанкротить компанию. Они просто хотят получать заранее оговоренную ставку доходности. Поэтому, когда говорят про дефолт, то я говорю, дефолт российского государства при текущих ценах на сырьевых товаров. Да, Европа у нас может что-то откажется покупать вплоть до энергоресурсов, теоретически. Но, опять же, мир все-таки двухполярный, да. То есть все равно есть страны, которые там никак к санкциям не присоединились. Они не поддерживают, но в то же время и не осуждают действия, которые осуществляет Россия. И поэтому с ними мы в любом случае торгуем. В первую очередь торговый партнер в Азии, в лице Китая, который может покупать, в принципе, наши энергоресурсы. Поэтому я бы не говорил сейчас о дефолте. Обесценивание рубля, да. То есть, что нужно понимать, когда люди говорят обесценивание рубля. За счет чего это происходит? А, за счет инфляции. Б, за счет высокого курса иностранной валюты долларов, те же самые. Что мы наблюдаем в настоящий момент? Управление курсом долларов, возможно, центральным банком или путем прямых валютных интервенций. То, что он делал в 2008-2009 году. То есть, у центрального банка были золотовалютные резервы. И в ситуации, когда цены на нефть упали и доходы бюджета начали падать, чтобы этого резко не происходило, чтобы удержать курс рубля, Центробанк был продавцом последней инстанции. То есть, люди в панике бежали, скупали доллары. И чтобы не выросла цена, то есть, у нас получается спрос большой, много желающих купить. То есть, вот толпа, она как бы бежит, бежит, бежит за ценой. Она растет и тянет ее еще выше. И вот, соответственно, чтобы цена выше не шла, приходил сверху центральный банк, у которого был любой объем долларов, которые хотели купить. И просто выставлял там цену 30 рублей или 34 рубля. И там вот такая вот плита лежит. По 34 рубля продается столько долларов, сколько вам нужно. И, соответственно, покупатели начинают в эту плиту биться. И не могут пробить ее выше 34, потому что там очень много заявок на продажу стоит по 34. И поэтому цена не растет. Но в 2008 году это привело к тому, что для поддержания стабильности валютного курса центральный банк сжег порядка 75 миллиардов долларов в золотовалютных резервах, вот в топке вот этих международных спекулянтов, которые как раз-таки понимали, что когда цена нефти упала со 140 долларов до 60 долларов, недостаточно ресурсов для того, чтобы удержать этот курс. И поэтому как раз-таки это для центрального банка стало хорошим уроком. И как раз в 2009-2010 году центральный банк ушел от процедуры прямого таргетирования курсу валюты национальной. И в 2014 году, когда была уже примерно схожая ситуация, когда был ажиотаж, когда население покупало валюту, когда иностранные инвесторы продавали облигации, продавали акции российских компаний, выходили в доллары, Центробанк выбрал другую позицию. Он не сжигал золотовалютные резервы, или если он это делал, это было не в таких объемах, а он регулировал классическим монетарным способом. То есть резким повышением процентной ставки до 17%. Таким образом центральный банк сигнализирует. То есть, ребят, вот 17% в банке начинают предлагать депозиты по 20%. И у человека просто, который прибежал в обменник, ну, даже как сейчас, да, так, что мне, то ли доллары купить в обменнике там по 123, по 130 рублей за штуку, или, может быть, эти деньги просто положить на 3 месяца по 20% годовых. Ну, то есть 10% я заработаю. Здесь тогда возникает вопрос, при прочих равных условиях, да, то есть мы опять сейчас говорим на языке логики, да. В первом случае, если я покупаю доллар по 123 рубля, в первом случае получается, что если даже доллар вырастет на 20%, вы ничего не заработаете. Само движение в активе произошло, но из-за того, что вы его купили значительно дороже, к рыночной цене, то, соответственно, на вас заработал только банк. Банк заработал конкретно на ваших действиях. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Во втором случае, если вы размещаете по 20% годовых, ну, вы можете заработать 20%. Сейчас на 3 месяца ставки 20% годовых. Даже на полгода можно получить ставку 20% годовых. Это получается, за полгода вы получите там гарантированно 10% на вложенные деньги. Может ли доллар вырасти на 10%? Мы опять возвращались. Даже если он вырастет на 20%, вы ничего не заработаете. Ну, то есть плюс у вас в кармане не будет. Вы должны просто это понимать и осознавать. На чьем месте, находясь, я бы покупал доллары, я бы это сделал в одном единственном случае. Если у меня вообще нет долларов, от слова совсем, я не знаю, есть ли такие люди, которые смотрят мой канал, но если вы действительно говорите, да, я нахожусь в такой ситуации, у меня нет долларов, то вне зависимости от того, какая цена сейчас доллара, вы несете на себе очень высокие риски. И чтобы убрать эти риски, да, самым разумным все-таки будет, как минимум, покупка валюты. Покупка валюты и размещение на шестимесячном депозите под 8% годовых – это, в принципе, неплохая доходность. И это не к вопросу о том, что вы делаете неправильно, и это не к вопросу о том, что вы подвергаетесь действиям мозга рептилии или млекопитающего. Как раз-таки наоборот вы их успокаиваете. То есть вы получаете сбалансированный портфель, да, то есть он у вас, с одной стороны, не будет его сильно шарашить, с другой стороны, вы в завтрашний день будете смотреть более спокойно. Если вы понимаете, что 80% того, что продается в России и называется отечественным, на самом деле импортной составляющей там очень много. И если курс доллара все-таки увеличился, это все равно неизбежно приведет к тому, что и отечественные товары будут расти в цене, и импортные товары тоже будут расти в цене. То есть вот чтобы этого, соответственно, не иметь, я думаю, что вот именно для таких людей, у кого вообще валюты нету, им, конечно же, нужно покупать. Но вы должны понимать, что вы выстроились в очередь еще с большим количеством людей, у которых эти доллары есть и были куплены ранее. Но под воздействием вот этого вот страха будущего удорожания, они вот приводят к вот этому вот ажиотажному спросу. К сожалению, с этим ничего поделать нельзя. Я в текущей ситуации ставлю себе задачу сохранить покупательскую способность. То есть пока, пока говорить о том, что появилась шикарная возможность, чтобы покупать там акции или облигации российского рынка, я бы в настоящий момент говорить не стал. Кстати, я предлагаю подписаться на канал, потому что следующее видео, которое планирую записать, как долго могут падать рынки, когда имеет смысл покупать. Покажу отдельные графики, как это было в 2008 году. Как приблизительно это может происходить в России. Помимо всего прочего, когда мы говорим про мозг млекопитающего, сейчас я даже по звонкам своих друзей, знакомых, близких клиентов вижу, что очень много людей, которые хотят покупать акции, потому что считают, что достигнуты минимальные значения, прекрасная возможность для того, чтобы покупать. Работает в данном случае не столько разум, а сколько эмоция жадности. И здесь очень простая философия. То есть, вчера там Сбербанк стоил 330, сегодня он стоит 120. Я его куплю в три раза больше, условно заработаю. Давайте поговорим об этом в следующем видео. Обязательно щелкните колокольчик, чтобы получить новое видео и подпишитесь на канал. Что касается доллара, наверное, основное все. Если вы считаете, что нужно еще какие-то моменты раскрыть, напишите комментарии. Запишем очередное видео в камерной обстановке. То есть, вы видели, есть видео, когда выходят оперативно. То есть, это вот собрать вопросы, на которые можно таким образом ответить. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Удачи. Всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok